8 редакция Вархаммера И самое первое, что я, наверное, сделал, это ласки свои покрасил. Они у меня, в принципе, уже были на тот момент куплены, но просто лежали, ждали своего часа, потому что восьмерки ласки вдруг заиграли, и эти парни мне понадобились. Я отдал их красить в свои цвета, спасибо Ивану в основном. И надо сказать, что это все металлические ласки, то есть раз металлическая, два металлическая, три металл, четыре металл, все тяжелые, только вот этот парень композитный, потому что ласка у него, по-моему, ласка, кстати, летая, то есть он пластиковый, а ласка, по-моему, летая. Вот эти парни все, конечно, жесткий металл, тяжеленькие. И их пять, ну потому что было пять, короче. Я решил тупо все покрасить, потому что, ну а зачем оставлять одного парня, когда ласок у нас недостача. И вот буквально на днях ко мне пришли вот эти парни. Если вы смотрели наш ролик на стрим-канале, например, знаете, как я их готовил. Ребята, сделанные из обычных маров плюс ласка от центурионов. Получилось прикольно, то есть здесь рукой он поддерживает, а там рука, как будто там специальный хват находится на внутренней стороне ласки. То есть в сумме это дает 11 ласок, ни туда, ни сюда вроде. Но сейчас такие отряды тоже композитные получаются. Две ласки, две меслы. И, кстати, о меслах. Во-первых, я тут же поставил на новые подставки парней старых, мной еще крашеных. Я в тот момент все старые миньки красил типа под старое крыло свое. Вот такой вот цвет. Поставил их на новые 32 мм поставочки. И недавно же опять пришли вот эти парни. Очень смешной чувачок древний. Прямо он такой простецкий абсолютно. Но, тем не менее, совершенно легальный миг. Легенький. Не знаю, из каких наборов, если честно. Прикольный пацан. И просто где-то у месла у меня лежал. Я такой типа, эй, я воткну тебя в меслу, чувак. Так что, 4 меслы у меня на 11 лазок. Ну, я понимаю. Однако, на самом деле, ну, реально больше двух отрядов не нужно. То есть, мне по факту нужно 4 ласки, 4 меслы. Но бывает опоки. И тогда вот эти парни пригождаются. Короче, много у меня сейчас хавоков получилось. И, так как мы стали часто играть на пауэрпоинты, вдруг у нас стала важной закачка наших аспаринг-чемпионов. Я их решил сделать из чоузенов, из стартерных. Суть в чем? Я им даю комбиплазму. То есть, когда играешь на нормальные очки, естественно, тратить на очки на комбиплазму никто не будет. Но в пауэрпоинтах комбиплазму, если ты не даешь, то ты как бы из своего кармана, грубо говоря, крадешь эти очки. И я тупо стал парням прикручивать, здесь у меня комбиплазма вот так вот висит, комбиплазма. Для того, чтобы они, то есть, сержанты, грубо говоря, отрядов, тоже что-то делали. Они просто стояли и убирались первыми из-за потери. Ну и, естественно, терминаторы. Первым делом мы сделали терминаторы с комбиплазмами. Я думаю, вы даже видели этот ролик. Они получились очень клёвые. Мне очень нравятся. Это классические термосы хаоса. Вот это, конечно, всё время остаётся парень лишний. Как бы мне не нравилась риперка, но, чёрт побери, такие правила у неё всё смешные. Она не делает ничего. То есть, всегда это абуза. И по-хорошему мы сейчас доделаем ещё одного парня с плазмой. Вообще их нужно, ну, скажем, девять. Возможно, даже с десяток этих пацанов. Хотя, тоже, я очень медленно делаю свою коллекцию, как вы видите. То есть, терминаторы, по факту, уже отыграли. И только сейчас, как бы, они у меня в коллекции. Например, там я дожимаю по закачке остальные модели. Этих пять сделал рано. Остальные вот сейчас только доходят. И хрен его знает, нужны они сейчас на самом деле или нет. Но, вот, как бы, я обычный, не спортивный игрок. И не то, чтобы я какой-то богатый, чтобы, там, армия вот так... Оооо, новая расписка ХСМ. Тыж, двадцать тысяч, там, в буху, короче, поиграл одну игру на полку поста. Я медленно собираю свою коллекцию. И так, как она мне нравится именно. Плюс, сам Бузин. А вы видите, в основном, его покрас и даже его сборку. Я ему только говорю, что и как. Ване, огромное спасибо за помощь. Он сделал по своему дизайну терминаторов с комбимейтами. Из, как вы видите, штормкастов. Получилось прикольно. А, ну, иногда странная закачка, но, как бы, вообще, к этому вопросу, на самом деле, нет. То есть, парни очень прикольные. В плащах. С комбиками, очевидно. Не то, чтобы прям терминаторы терминаторами. Но, достаточно крупные. Ну, то есть, он в ширине плеч, конечно, не такой. Но, вот, по высоте даже больше. Короче, более-менее визвижные терминаторы. И для хаоса, ну, вот такие, короче, в варпе народились. Что поделать. Единственное, конечно, это комбимейтами. Я считаю сейчас, что комбимейтами хуже играют, чем комбимейтами. Крайне мере, они мне чаще нужны. И в таком случае, Ваня сказал, я тебе делаю других терминаторов с комбимейтами. Ну, сложно назвать это терминатором. Потому что, вот, давайте опять возьму обычного терминатора. Да, ну, вроде как, рост большой. Но доспех у терминатора такой грузный. А здесь какой-то пехотинец. И, с одной стороны, как бы фейл, да. То есть, мне сделали таких, якобы, терминаторов. Спейс, давай на терминаторских подставках. Смотри, классно. С комбимейтами. Но даже при моих, как бы, достаточно терпимых взглядах, я их назвать терминаторами не могу. Однако, линьки настолько офигенные, что я их очень хочу использовать в своей компании. Это у меня будут штурмовые войска, песников скорби. Такие парни, которые высаживаются и зачищают там целые кварталы. Вот, правила еще к ним не придумал. Но очень клево выглядит. И я уже заказал еще два таких комплекта с другим орудием. То есть, у меня будут парни с гатлингами. Нашли классные гатлинги, просто офигенно будут смотреться. И из тех же наборов оружия еще есть гранейт лаунчер. Тоже прикольные. И вот я хочу для очередного этапа кампании сделать таких 15 пацанов с разной закачкой. И будет миссия такая по зачистке. Плюс у меня до сих пор не было минки Exalted Champion. А теперь будет. Сделал его из крана. Ну, опять же, собрал битцы. Сказал Бузину, как хочу, чтобы все было. Вот он все собрал, все покрасил. Кулак этот, судя по всему, Lighting Global. Просто обрезали и поставили как кулак. Плюс комби-мель. Ну, то есть, я решил, что это правильная закачка для Exalted Champion. Комбик в руку, чтобы стрелять. Ну, и кулак, чтобы драться. И, естественно, если бы я играл на очки, то, наверное, другая закачка. Но у меня, в принципе, есть и вторая модель, которую тоже я Ваньке заказал. И, что касается еще мини-катвани, мы купили комплект Blood Warrior и сделали из них Харнита. Харниты получились шикарнейшие. Они, естественно, сейчас больше, чем обычные Харниты. Но это уже подходит отлично к тому масштабу, который мы видим у тех же флагмаринов. Вот, например, у меня здесь есть Бугалтер. Мы рядом ставим версака, сделанный из Blood Warrior. И, как видите, абсолютно сходные размеры. Так что версаки просто шикарные. В этой редакции они тоже интересные. Поэтому я, собственно, раскошелился на этот отряд. Даже вот этого парня завязали. Он у нас, типа, знамя несет. Классный парень получился, на самом деле. Он, конечно, на более большой подставке, на осике. Но его поставить на полку, это было просто преступление. Мы просто взяли и вместо... Здесь у них, как бы, такой кастет в этой руке, в левой. Вместо кастета поставили меч. Типа топор и меч, это у них лучшая закачка, на мой взгляд. И получились очень классные бросаки. Харизматичные. Так как у меня, в принципе, есть их под 30 где-то старых. Думаю сыграть ими в нарративной компании какой-то нашей. Там, в той же компании Marl. И мы, кстати, обязательно поговорим о миньках для этой компании. Но чуть попозже. Сейчас смотрите. У меня есть подарки. Что-то вы видели. Я думаю, лорда единичек вы уже видели. Тоже на стрим-канальчике. Подарок от подписчика. Это типа, ну, как бы я. В какой-то мере. Вот мои колы. Это лорд с комби мельтой. И с кодексом ХСМ. Вот. В общем, парень получился тоже такой прикольный. Хочу его использовать. Правда, не знаю пока как. Ну, то есть, в компанию Marl его не пустишь. Потому что, очевидно, это какой-то аватар меня. И он бы там смотрелся инородно. Но явно можно какие-то прикольные репорты с ним делать. То есть, обязательно его завязают. А вот с этой миниатюркой я, если честно, не знаю. Дальний день рождения. Это какой-то древний миражер, убивающий нового миражера. И как его использовать, я хрен его знаю. Ну, то есть, он прикольный. Но абсолютно мимо всей моей остальной коллекции. Короче, думаю. Если у вас есть какие-то идеи, пишите в комментариях, как всегда. Ну, и я потихоньку начинаю собирать Девгард. Тоже в такой неторопливой манере, как и вся моя коллекция. Можно было, конечно, влить кучу денег в Девгард. Сразу там заказать кучу художников. Но мы снимаем опять же видео про Девгард. Вот про этих трех пацанов вы обязательно увидите хоббийный ролик. Не стандартный, опять же, в скором времени. Ну, это три героя. То есть, Сержант, Бухгалтер и Путрифайр. Самый, наверное, бесполезный пока. Ни в один ростер я не придумал, чтобы его брать. Но, тем не менее, он у меня уже есть. Плюс у меня стартерные плаги пока есть. И все остальные миньки ждут, в принципе, своей работы. Потому что у меня на день рождения подарили несколько наборов. И, в принципе, есть там тот же набор пяти плагов. Уже и хаулеры, и дроны. Короче, все в работе. И я хочу из этого сделать очень прикольную серию хоббийных роликов, как Тивгард собираю, и в том числе, как и играю ими. Для меня это очень интересная армия. И вот это начало этой армии. А теперь еще немножко о том, как я собираю миньки для наших компаний. Во-первых, я выкупил три эгэшных танка у того же Вани Бузина. Ну, вот как-то ему красть и клеить нравится. А играть не очень. Ну, мне же лучше. Танки мне нужны для компании Марлы. Собственно, вы знаете, по сюжету она встретилась с эгэшниками. И войска эгэ ей будут постоянно помогать. Можно, конечно, использовать все время того же Вову для этого. Но я вот хоббийный все-таки человек. Несмотря на то, что мне не нравится красть миниатюры, мне нравится их коллекционировать. И если я вот как бы, ну, собираю армию и компанию свою, двигаю вперед, я хочу, чтобы это было одновременно. Все происходило как-то в комплексе. И это были мои миниатюры. Поэтому, собственно, я занимаюсь, опять же, расширением своего ассортимента. И на эгэшный план. Сейчас там культистов своих понаделал с автоганами тоже. И вот танчики тоже приобрел. Плюс у меня еще есть виверночка. Я ее хотел покрасить в таларн. Но вот что-то с Аней, короче, в цвет не попал нифига, на мой взгляд. Будем с Мишей или с Ваней пытаться подобрать правильный цвет. Я понял, что вот с художниками, короче, нужно четко сначала цветопробу делать, потом задание давать. Ну, как бы все качественно. Но это не то, что я хотел. И получается, что вот из эгэшной техники у меня вот так вот все. Плюс, тоже, опять же, в рамках компании Marla. Помните этого парня? У меня их был один. Теперь два. И вот скажите мне, вы узнаете, какой я покрасил, а какой не я? Вот так вот, на взгляд. Я тоже немножко, как бы, такой задумался в начале. Блин, а какой из них именно я делал? Это сложно. И, как бы, вот что я понял-то, на самом деле, в ходе всех вот этих вот покрасов. Бесполезно иметь дело с настоящими художниками. Они вот реально, у них, как бы, они красят так, как они красят. У них свои краски, которым они привыкли. Свои методы. И еще свое художественное видение. И в результате ты заплатишь больше денег и получишь не то, что нужно. А вот с людьми, которые, как раз, занимаются не на таком высоком уровне, как, например, Ваня. И в данном случае Михаил, который, ну, из себя художника не строит. Он просто сделал, что это так же. По моей методике, которую я написал. И вот так вот не отличишь. Есть небольшое различие в оттенке. Заметьте, этот чуть бледней, этот чуть ярче. Но это абсолютно не от того, что другими красками сделано. А просто, я думаю, что базы у них разные. Потому что один у нас, как видите, коричневым вымазан. То есть, прям, это грунт коричневый. Второй нет. И вот так, кстати, можно определить, какой я красил, какой миш. Вот. И получается, у меня миньки прям именно того цвета, как мне надо. А вот это Ваня делал тоже, видите? Все подходит. Короче, художники, вы не обижайтесь. Но мое, как клиента, мне не такое. Я плачу, значит, я хочу получить то, что я хочу. Ваши художественные все вот эти изыски, пожалуйста, конкурсы существуют и так далее. А мне вот, чтобы в цвет попали. Для меня это самое главное. Как видите, коллекция расширяется. И делает это согласно новым веяниям моды. Да, медленно, но эта тихая поступь, она обдуманная. И в то же время вынужденная. Я думаю, если вы человек со средним заработком и с обязательствами помимо себя любимого, ну там, семья, вы понимаете, что много в месяц на Ваху не потратишь при всем желании. Ты всегда выбираешь между различными способами деньги потратить, и Ваха не приоритет номер один. Бухать там сразу, типа, вот, восьмерка вышла, нам сразу нужно 10 терминаторов, 10 хавоков, там, новые герои, плюс, вот, Девгард вышел все в это влить. Это, с одной стороны, как бы для проекта плохо, потому что я медленно реагирую на изменения. То есть терминаторы, по факту, уже отыграли, а у меня они все еще, как бы, доходят в коллекцию. Но здесь очень тонкий момент. Я думаю, я вам хорошо опишу это на примере геймерства. Если вы любите гамать, и в детстве каждый для вас картиш, это было просто, вот, золото бы им купили, короче, дорого, как-то обменялись, и вы играете в эту игру, потому что, ну, их не так много у вас, и вы цените каждую игру. Если вас бы в детстве сразу завалить, там, не знаю, 50 вам карти, бесплатно дать целую коробку, то все это сразу размоется. Это потеряет тот вкус кайфа. Я вот не хочу себе размыть кайф от коллекционирования в Архаммере. Я с той скоростью, с которой мне это нужно, собираю коллекцию. Чуть быстрее, и Миньки для меня уже потеряет интерес. Типа, ну, на полку поставил, на полку поставил. Два раза сыграл, все забыл. Это крайне тупо будет. Самое худшее, что можно сделать для себя в хобби. Поэтому осторожненько и осмысленно. Каждая миниатюра для чего-то нужна. Она будет использована либо там в Спортодроче, либо в компаниях. И в компаниях даже более ценные миниатюры. И там, как бы, ты часто продумаешь для них сюжет, почему они появились, те же танки эти. Это все-таки Марла их изобрела там как-то, да? Демона засунула в башню. Она теперь сама стреляет. Для этого ты потом пишешь правила. И на поле боя это уже совсем другой юнит. Короче, ребята, я надеюсь, я мысль свою донес. И, кстати, насчет ваших коллекций. Какие у вас изменения прошли в восьмерке? Что нового появилось? Сколько пришлось денег потратить? Пишите в комментариях. Субтитры подогнал «Симон»